Привет, друзья! Сегодня четвертый день путешествия, 22 мая. Вот недавно проснулись, место отличное. Сейчас погреем кашу. Мы вчера топовую, Андрей сделал рисовую кашу с шашлыком. Что, будешь обжор делать? Ну да, не знаю. Сейчас она погреется. Уже нам пора снимать. Ну, глянь там, перчатки. А у меня тут секретное походное кушанье. Видно будет мне, какого нацеления? Не спрашиваю, что это должен быть секрет, который уйдет со мной в мать. Дико углеводистая, дико белковая. Посмотрим гайды, как там карты посчитаем. Пути эти всякие. Ты будешь кашу? Нет, этого нет пока. А я буду. Так а ты все доел, Мюсли? Нет. А эти все? Ну ты ждал, не будешь. Эти все доел. А больше? Или ты вторую порцию будешь? Нет, тогда я. Значит не все вру. Вот твоя герночка. Давай, сюда иди. Ну круто, только птица жесткая какая-то. Прилетала и не дала спать. Каждый сплав на байдарке, она меня преследует. Каждое место, где мы стоим лагерем, какое-то по-другому все. Уникальная локация. Да, то есть нет повторяющихся. Во-первых, раз на опушке такой. Второй раз на подъеме в лесу сосновым. Сейчас вон на ступеньках у реки с этой мелкой корсой. И за камерой офигенные сухие дрова ольховые, которые вообще разжигать не надо никакой бумагой. Причем горят долго, не хуже березы. Не зашибись. Она за ночь как раз пропиталась мясцом, луком. Ну это по камере. Чуть-чуть черпак так гуляет. Ну он так и был, потому что он складной. Там как-то надо в дупле как он работает. Подвытащить его до конца. Нет, внизу ты что делаешь? А вот он все так. Внизу там его потянуть вниз надо, чтобы он защелкал. Да ладно. Система-то простая. Очевидно, потому что он складной. Потому что он поломан. Как ты эту кашу делал? Объясни. Ну, наливаешь в котелок масло, кидаешь туда лук, если есть морковку. Ждешь, пока они поджариваются, докидываешь куски свинины. Чуть меньше, чем на шашлык. Но в данном случае у нас шашлык. Ну это и есть свинина. Ну да, но он маринованный. Мы его уже делать. Порядком так не жадничать, а тогда вкус не сытный будет. И ждешь, пока он вместе с луком дожаривается, из него этот жир вытечет. Перчишь, соответственно, его. Если у нас шашлык замаринованный был, уже со специями. Но я еще сыпанул соль и специи поверх. Помешиваешь это мясо периодически, минут 10-15 максимум. Потом докидываешь рис без воды. Примерно на глаз сколько там-то вверх в котелках, да он разбухнет, рассчитав. И заливаешь водой и все, помешиваешь. Не помешивай так, не обязательно. У нас просто огонь сильный. Как плов такой вот. Только плов же как тушил. Ну шлов он с морковкой. Ну да, его тушить. А тут вообще классно. То есть тут поджаренное вот это мясо сперва, а потом уже вместе с рисом доваренное. Поэтому так вкусно. Я еще хотел себе огуречек. Вот, мы городок проплыли. Избонище что-ли следующее. А мост мы проплывали? Избонище. Не, я... Нам с темы никакой мост не проплывали. Мост был в последней березовском редке, где мы стояли. Но это там еще березайка была и после моста на стук падал. Вот сейчас в следующей деревне, кстати, после собаки лавили мы слышали. После нее будет мост. Ну я вот это вытаскиваю и кладу к себе тогда. У тебя там документы, судовой билет оставлю. Что документы? Судовой билет, вот этот вот, медицинский полис у тебя оставлю. Да, да, да. Герми. Где он? Я тебе верну. Блин, дым. Вон он тебе слева. Что-то обжор делаешь дикий. Ну не знаю, я что-то туплю после сна. Что башка не варит. Ну сейчас может скупнемся, забодримся. Погода хорошая. Сейчас скупнемся, да, я помоюсь. Не похоже, что дождь будет. Хотя вот странно. Небо вроде чистое, облачное. Ну не понятно. А как вчера? Вчера не было. И мате надо еще попозже. А, чайок еще только-нибудь надо, душу погреть. Это обязательно. Понимаешь? Конечно. Вчера, когда мы ночью сюда приехали, ноги мне замерзли. Что-то холодно было. Вот это на дно? Угу. Ну так, сбоку. Я просто, чтобы он на дне документы были. Пошлёк тоже на дно. Только не закрывай, не дошли. Что не закрывать? Не закрывай его. Пошлёк? Ну... А, герман? Понятно. А жесткий диск у тебя здесь? Да, да, да. Кстати, зря просто место занимает. Я тебе его советую. Или ты на ходу подзаряжаешь? Какой жесткий диск? Ой, этот, переносной аккумулятор. Я сейчас заряжать буду камеры. Ну ты их насос только заряжаешь? Да. Так он тебе не нужен. Кладил зеленый герман. Серьезно тебе нужен. Зачем? Он же место занимает, тебе неудобно. Камеры на ходу перед порогами закидывать туда быстро. Вот я тебе положил его. Угу. Клади его в зеленый герман, если ты по ночам где подзаряжаешь, чтобы не попси. Это тоже от зарядки, да? Все, так и тебе на суш только нужно, да? Угу. И вон, смотри, сколько у тебя места для твоей камеры. Ты быстро закинул, быстро свернул. Так же надежно. Где GoPro? Блин, как она мне все-таки верной службе служит? Вот эта маленькая... GoPro? Это не GoPro, а... Аналог. С... Джекам... 4000. Я думал 5 тысяч взять или 4. Я смотрел обзоры. Ну не знаю. По мне это качество лучше 4000. Как-то более цвета. Реалистичнее. Угу. Ну и хорошо, главное тебе нравится. Но на пятой, я не знаю почему она дорогая, но там вроде как матрица мне объясняют чуть-чуть другая. Но я разницы не видел на видюхах. Да, чуть-чуть цвета разные. Вот на этой... Крутоподобный цвет. Ну просто, наверное, старая модель дешевле. Когда новая есть, старая модель дешевле. Да. И так прям на одной. Так она дешевле... Эту я покупал... 2200, по-моему. А та стоит почти 3. 2900. Ну так блин, разница есть. Так я за эту разницу купил... Аккумулятор. Портативный. Наразница с GoPro ты мешает, да? Да. GoPro, наверное, все дорогая. Но как мне объясняли шарящие люди, GoPro и вот эта вот хрень... Практически никакой разницы. GoPro вы платите только за само название. За бренд. Угу. Единственный минус этой камере... Когда темно, она хреновенькая. Но это в моей вот этой тоже. Она как-то размазывает. Звук не очень. А когда в чехле, вообще звук плохо, очень плохой. Но по сути, вышли... Да, на порогу, по-моему, не нужно. Да, вышли звук снимаете, когда там макши. Смотри, тут даже на фотке место, который мы, по-моему, проплыли. Вон там вышка справа. Да. Или это не та вышка. Как это мы сейчас тут сидим? Нет. Или там и дальше еще будет? Там же вышки. Угу. А есть там как стрелочки, в какую сторону мансовать там? Ну, нет. Просто текст. Там на таком-то участке... Содержитесь правого берега, на таком-то левом. Что там, карта? Угу. Сколько сейчас километров от Минска? Вот представь точку на карте, где я сижу, и точка Минска. Да фига. А в какой мы области? Пока в Тверской. На краю Тверской области. Следующая деревня... Избонши. И за ней... Избонши? Избонши. Потом Басутина. И у Басутина уже в Новгородской. Между Избонши и Басутина, граница с Тверской и Новгородской области. А ты мог вмешать кефир, бля, откреснуть? Нет, вдруг он уже того. Офиг. Офиг. Чай будешь? Избой ищи, он здесь. Чай, да, будет. Я тоже. Смотри, Избой ищи. Следующая деревня, там, справа остров. Ну, они будут справа от нас. Хоринис? Да. остров русле реки лес по левому затем по правому берегу до устья перебарашки перебарашка не 1 для для начала поплаваю потом чай давай давай каменистые 100 ну да не мыши я просмотрим чтобы стопы кидает пределы торгской области уходит на территорию новгородского после следующего потом после избоящий пусть и перебарашки перекат против ее устья большой проходим в центре русла ну да вот типа того что там вот ближайший в центре похо проходим в центре руслом ты запомнил так басутина на правом берегу дорога выходящие к реке у группы сосен потом малые семерицы и большие семерицы с другого берега большой подвесной мост большой глинец древеная церковь на другом берегу ты возьми где-то возле себя эту бумажку да короче ближайший этот будет вот после избоящий на устье перекат который надо по меду мсты проходить понял напомнишь это не 1 3 как манит по миду где у вас манеры деревне на мастерике будет справа мы это по устью устье перебарашки справа будет и и перекат будет там на дом ступа миду проходить у меня справимся давай закидывай гром не знаю мощный может как уровень самолет ну небо то такое облачное вроде солнышко жара а на какой то жопу наступил где давай кидай слабовато ну давай пару не знаю на 20 все ребятушки отплыли мы и тут дикий гром гроза сверкает только из дождя выплыли да вот блин жара была жара только собрались спустились на воду и началось и смотрите как мы как под одеялком упаковали граммы вот здесь вещи вот в этой в оранжевой да но я тут раскрылся просто чтобы камеру достать кстати так у меня ничего не протекает чуть-чуть колени мокры но это они уже под высохли почти дождя да да ну по дождевику стекало да ну не знаю дождь закончился а вот сзади нас гремит ну мы от нее уплыли да да и сейчас плывем себе плывем в какую то деревню проплыли ну все отлично еще бы солнышко выглянуло чуть-чуть погреться ну сегодня дождь начался жара мы уже думали сгорим в панамах будем плыть а нет а тут дождь ну да мы хотели сбежать в байдарку и вот этим партаком накрыться до того как промокли это да ну и мы байдарку проапгрейдили на случай переворотов на порогах покажи веревочку а вот веревка то есть она по всей длине идет да он желтенькая такая вот там в середине идет лютый экшен ну ground а о да да Сейчас заплыли в какое-то место, блин, не знаю куда плыть. Мне кажется, что сейчас впадает. То ли к тому мосту. Смотри, дорога идёт вдоль мсты. Это мост той дороги, вдоль которой мы плыли. Подсечение нас туда несёт. Только это вода чёрная становится. Вот такая была. Фу, мошкара! Тут правильно, я же впереди, они все меняют. А я как бы тебя дефаю от них. Вон шлем. Так, всё главное на месте. Кто знает. А может, это какой-то огромный остров, и мы огибём его, и крюк сделаем. А где у тебя карта? Под ногами? Да. Так может, по зверь? Да нормально по течению-то, да? Она никуда, из неё ничего не вытекает. Если течение нас несёт, она остановится, если у нас течение... А, вон, кстати, топовое это... На метро, видите? Блин, дождь пошёл. Нет, это водомер, это не дождь. Да? Вон, смотри, топовое место. Где? По-моему, под берёзкой. Там, я, кстати, вижу, как бинокль. Там грагатина, кострище, пеньки стоят. Мне кажется, там вставать травм. Не-не-не. Вот я торможусь, типа. Да мне рука дёргается. Блин, классно. Тут очень хороший зум. Я не знаю, как оно получится на видео, на Монике, какую детализацию даст, но мне истотоповое. Кстати, там что-то втыркнуто, как топор. Или топалка, непонятно. Ну, видишь, там нас несёт, знаешь, всё правильно. Течение у нас туда несёт. Собаки лают вон там, вон. Хоробик, слышишь? Да. А там какая-то краница, походу. Слева, да? А я щас как в бинокль гляну. Краница от родникова, бульбас. Да, вон какой-то хата. Вон хата какая-то. Да, вон какая-то деревня, может, у местных жителей спросим. Да правильно, что нас несёт. Я бы не знаю. Вон и на грибу, где-то несёт. Маленькая течень где-то. Понты. Сюда что-то подал, да? Ну, звук, он слышно. Дождь хоть прекратился, блин. Чё, поплыли тогда? Ты как? Карту не будешь палить? Не бывает, что за краницей. Не, водопадик. У нас однозначно ещё нет. Поплыли тогда. Блин, комары. А то комары мы запарили уже. Ну, место прикольное, да? Птиц возьмём. Заточил бы яичницу. Да. Вот практически на всём пути нас сопровождают кукуканье кукушки. Вот сколько мы уже? Три дня идём или четыре? Тут как нашествие саранчи, только нашествие ку. Да, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Видели, кстати, лису сегодня? Яйста. Или журавля? Не журавля? Да, она воду пила, нас заметила и ливнула бы. Да, лиса прикольная, такая маленькая, как кошечка. А вон какой-то видим, сейчас покажу. Какая-то башня или что? Вообще непонятная хрень. Посреди леса вообще жопа. Посреди леса, да. Представляешь, там охотник в заседке сидит, со снайперки байдан. То ли LED натянутый, непонятно. Не, не LED. У меня руки дрыгаются. Потому что не видно провода. Там какие-то антенны на ней. Или старая свая. Это, походу, старая свая от моста. Понимаю. Да. Почему она не дует слева, как бы. Не знаю. А ближе к ней пройдем, нет? Давай, давай тогда. А вот слева камень-то. Да, левее бери. Сейчас поближе заценим ее. Потому что там, вон, впереди камни, походу. Вот это вот. Сейчас вот эту вот башенку заценим мы. Уже похолодало. Вечерок. Да, это свая. А здесь слева перекатывается. Ну да, походу. То есть, да. Старая свая. Ну, даже времена Второго мирового. А где еще одна тогда с того боку свая? Почему ты убравишь? Там же два. О, смотри. А, это камни. Странно, да? Ну, такой класс, необычно. То есть, как бы... Будем залазить там. Да, нет. Как бы природа такая девственная. И вот стоит какая-то постройка человеческих рук. Творений. Ну, как мостопок, типа, много тысяч лет. Да, как будто... Да, 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 именно. Тысяч лет уже все заросло. И вот осталась постройка такая. Как-то она вообще сюда... Не достроили его. Непонятно. Ну, это мост, однозначно. А вон еще свая, видишь, дальше его продолжаем. Он на холме. Да, вот, вот. Смотри, мы бы как сейчас не прошли по арматоринам от старых свая тут. А там еще нет. Там заросло. Сейчас арматура в жопу как вопьется. Вот будет смеху. Ну, тут глубоко, может быть, на все висло. Ну, так вот не вписывайте сюда. Смотри, вон, Таня, I love you, что-то. Таня, I love you. 25-го, 08-го, 15-го года. Слышишь, свежее? Чуть меньше года. Ну, байдарочники, парочки голубков у Юг-БС-Клавян. АЭС. АЭС там написано? Да, вон.